МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ЮТВ. И сейчас мы подводим итоги недели. В ближайшие 25 минут покажем самые важные сюжеты, выпущенные нашей редакцией за эти дни. Первый президент Башкирии – пожары и электричество, о чем говорили на оперативке ради Хабирова. Как Уфа менялась к лучшему и к худшему при Муртазе Рахимове. Культ личности Муртазы. Почему жители Шамонина хотят переименоваться в Рахимова. И рассказываем, как уфимцы ночью отметили крещение Господне. 11 января скончался Муртаза Рахимов. Первый президент Башкирии любил перерезать красную ленту перед новыми объектами в разных точках Башкирии, в том числе и в ее столице. А наш корреспондент Андрей Шарыгин расскажет, как менялась Уфа. По традиции президент республики загадал желание. Пуще год, да? Да. Чтобы через белый нос. Через год! Через год! Через год! Через год! Через год! По января скончался Муртаза Рахимов. Многие за глаза называли его открывашкой. Первый президент Башкирии любил перерезать красную ленту перед школами, детскими садами, мостами, спортивными комплексами, новыми дорогами и так далее. Вот, например, Бабай открывает путепровод на улице Воровского в 1995 году. Может быть, наши уфимцы, может быть, не все, что видят, что делается. Мы в последние годы многое занимаемся благоустройством города Уфы, строительством дорог. Мы за последние пять лет, по-моему, построили больше, чем дорог и мостов за последние пятьдесят лет, наверное. Так вот? Мы решили вспомнить, как менялась инфраструктура столицы Башкирии в годы президентства Рахимова. В начале нулевых на карте Уфы появился парк Кашкадан, который должен был стать местом притяжения жителей нового района – Сипайлова. В 2006 году началось строительство моста Каменная переправа, который связал центр Уфы с пригородами. Тогда же ведь тоже обсуждали, я помню, были, может быть, не на самом верху, но были разговоры, что делать там с этим восточным выездом, который с девяностых годов у нас как бы висит в подвешенном состоянии. И тогда, как минимум, я слышал пару таких мыслей, что это слишком, а, дорого, и, б, слишком бесполезно, что намного проще и целесообразнее построить этот мост на Каменной переправе, который как раз и строился как альтернатива тому восточному выезду. Эксперт Олег Арефьев считает, что главное слово, связанное с транспортными проектами Рахимова – рациональность. Тогда инициативы были не выставочными макетами, а реальными планами. Вот мы сейчас очень любим, вот в сегодняшнем дне, выбирать какие-то очень громкие, знаковые какие-то проекты, очень дорогие, чтобы вот они блестели, они всем были видны. И вот это приоритет при выборе проектов. В то время, когда при Рахимове вот этого приоритета, как минимум, я не помню, я его не видел. Самые масштабные объекты были связаны с юбилеем. В 2007 году Башкирия отмечала 450-летие вхождения региона в состав России. К этой дате была приурочена реализация самых разных проектов. Одним из них стал проспект Салавата-Юлаева. Сегодня по нему проезжает половина городского трафика. Его протяженность составила более 7 километров, а стоимость в ценах тех лет превысила 1 миллиард рублей. Проспект Салавата-Юлаева, если бы его сегодня не был, у нас бы город просто стоял. Однако не все объекты, нужные городу, появились за почти 20 лет его президентства. Например, мост в Дему, который сейчас сильно помог бы горожанам. В Створе, вот Салавата-Юлаева, когда она уходит в сторону аэропорта, там не городить три разных моста, мост в Дему, он 60% потока съедал. То есть освобождался мост в сторону аэропорта, освобождался от 60% потока, который идут в Дему. Он довольно-таки серьезно разгружал. Тогда же началась перестройка квартала около телецентра. Его главной достопримечательностью стал Конгресс-холл, который во время строительства носил имя «Дом дружбы народов». Возвели его за два года на месте частных домов и оврага. Эти фотографии вполне передают масштаб. Его площадь – 36 тысяч квадратных метров. Много здесь произошло, больших событий, что это здание может вместить не только самые крупные международные мероприятия, но и обычные, семейные какие-то, да. Я считаю, что мы европейская и евроазиатская столица, поэтому у нас должно появляться очень много всего, что вмещает в себя и восток, и запад. Сопоставимо по площади Уфа-арена. Здесь ковались победы башкирского хоккея. Комплекс также открыли в 2007 году. Стоимость строительства составила 80 миллионов долларов. Впрочем, не все инициативы и проекты были удачны. В середине нулевых, повинуясь общероссийскому тренду, власти решили расширить улицу Ленина и вырубить некоторые деревья, а также убрать трамвайные пути с проспекта Октября в угоду личному транспорту. А в 2006 году Рахимов выступил за появление в Уфимичете Арахим, которая начала строиться на деньги фонда «Урал». Но из-за финансовых и организационных проблем стройка заморожена по сей день. Андрей Шарыгин, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ. Последние несколько месяцев жители некоторых населенных пунктов около Уфы страдают от аварийного отключения электроэнергии. Свою лепту, безусловно, внесли и морозы. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал возмущение жителей справедливым. Почему же жители столицы и района остаются без электричества? Ответ на этот вопрос искали чиновники и ресурсники на пресс-конференции, которая была посвящена этой проблеме. С начала декабря населенные пункты рядом с Уфой начали страдать от внезапных отключений электричества. Сбои были зафиксированы в селе Иглино, в поселках Новобулгакова и Нагаева, в деревнях Жилино и Светлое. Радий Хабиров, комментируя возмущение местных жителей, заявил, что тревога есть. Отсутствие электричества, справедливое было возмущение. Что мы делаем? Краткий ответ ему дал министр энергетики Александр Шельдяев. Тогда же на оперативном совещании Радий Хабиров распорядился провести брифинг на эту тему. Он состоялся спустя два дня. Туда и отправилась наша съемочная группа. Пресс-конференция началась с Дмитрия Черенкова, заместителя руководителя ЦУРа. Он рассказал, где и на что жаловались жители. С 1 декабря по вчерашний день 240 обращений поступило. Две глобальные проблемы – это либо отключение электричества, связанное с какими-то аварийными ситуациями, либо плохое качество электричества. Те населенные пункты, коллеги, которые здесь присутствуют, это у нас Иглинский район, это у нас Уфимский район, близлежащие к городу населенные пункты. Это у нас город Уфа, все у спутники. Также он отметил, что сбои были вызваны и новогодними праздниками. Многие уехали за город, подключили гирлянды и топили бани на электричестве. Следующим словом взял заместитель министра энергетики Башкирии Тимур Герасимов. По его словам, специалисты не допустили аварийное отключение на тепловых электростанциях и объектах критической инфраструктуры, несмотря на то, что 10 января в России был зафиксирован максимальный уровень потребления мощности. Далее были названы причины и отключений в каждом населенном пункте. Район Иглино массовая жилищная застройка. Станция Иглино изначально возникала как железнодорожная станция. Соответственно, вся энергоинфраструктура там связана с объектами РЖД, то есть АО РЖД. Пресловутый фидер номер 5 подстанции Иглино российской железнодороги уже не справляется с нагрузками. Подстанция Башкир Энерго под названием Старая Кубова, классом напряжения 110 кВт, ну, какое-то время поддерживала там необходимые нагрузки. Сейчас уже новые вызовы времени, большая массовая жилищная застройка и нужен новый центр питания. Им должна стать подстанция АЛЛАТРКА. Ее стоимость составит около 300 миллионов рублей. Новый объект разгрузит две подстанции и обеспечит энергией новые жилые районы. Сдать ее планируют к концу года. Но сомнения в этом возникли у Башкирской электросетевой компании. Тимур Александрович, он так оптимистично говорит, но проблему в Иглинском районе мы ее все знаем. Сиди, Владимир, пожалуйста, туда. А, да, прошу прощения. Там вопрос надо, кроме включения в СИП, о чем говорит Тимур Александрович, это вопрос с землей. То есть в сегодняшний момент выбора на место подстанции, но прохождение линий, которую должна питать, я так понимаю, у нас есть определенные согласования там порядка у собственников земли. Ну, это традиционно, наверное, для Иглинского района, поэтому, если мы говорим о конце года, то надо решить две вещи. Первое – это включение в программу развития, ну, наверное, полдела. Второе – это согласование с собственником. Здесь, наверное, помощь администрации будет не лишним, потому что построить подстанцию, но без питающих линий – это, ну, памятник, можно сказать. Будет стоять подстанция от опыта. После этого момента участники пресс-конференции избегали внутренних споров, направив свое внимание на другие населенные пункты. Например, коттеджный поселок Осаргинский посад в Уфимском районе. Его застройщик на льготных условиях подключил участок земли к электроэнергии, а потом он был разделен на другие участки. Таким образом, мощность снизилась в десятки раз. Соответственно, на каждый участок там получилось 3-5 киловатт мощности. Ну, вы же понимаете, что в современном условиях, в негазифицированных условиях, вот, ДНТ, 3-5 киловатт – это не та нагрузка, которая… Включая гастеральная машина, если брать. Да. Сегодня там построили дополнительную линию, но она сняла все вопросы только для одной половины жителей. Чтобы обеспечить необходимый уровень напряжения, надо построить подстанцию Осаргино. Это надо назвать реальные сроки, чтобы не было там ложных ожиданий населения. Если это первый квартал, там, или полугодие 24-го года, давайте так и скажем. Какой срок? Работаем над этим. Давайте первый полугодие 24-го года по обмене сроками. Дальше очередь дошла до Нагаева. Этот микрорайон неоднократно появлялся в новостных сводках с негативным инфоповодом, почему поселок периодически лишается электричества. Оказывается, его обслуживают 4 сетевые организации. Но работа одной из них, электрические сети города Бирск, вызывает вопросы. Электрические сети город Бирск заявлено на потребление мощности от подстанции Уфа-Южина 4 мегаватта. По замерам 7 мегаватт. То есть население потребляет почти в два раза больше там. И не только население. Выявляются факты, не санкционировано подключение к сетям. Кроме того, электрических сетей города Бирск нет оперативных групп для ликвидации аварии. Нет персонала, который должен выявлять бездоговорное потребление. Но все ограничивается только рекомендациями. При этом власти намерены выйти на федеральный уровень, чтобы решить эту проблему. В завершении спикеры призвали жителей, которые хотят купить частный дом, узнавать, как и кем устроено электрообеспечение их населенного пункта. Андрей Шарыгин, Роман Угуманов и Виталий Федотов. Челеканал ЮТВ. Жители деревни Шамонина, которая находится в Уфимском районе, решили, что хотят переименовать ее. Они считают, что населенный пункт можно назвать в честь Муртазы Рахимова, который, как они полагают, основал его. Сельчане уже отправили обращение радио Хабирову, но ответа на момент съемок еще не получили. Чего хотят добиться люди при помощи таких изменений и за что первого президента республики там так любят? Подробности в нашем сюжете. Безумно здесь нравится окружение. У меня соседи все медики, учителя, ну, короче, бюджетники. В начале января 2010 года нам позвонили, а уже мы получили ключи где-то, наверное, в марте 2010 года. Те времена для нас одни из самых счастливых для нашей семьи. И таких семей, наверное, не наверное, а точно много. Мы уже себя чувствовали не на пороге какого-то учреждения, а чувствовали себя хозяинами этого округа, этой деревни. Деревня Шамонина у Фимского района в 30 с лишним километрах от столицы Башкирии может получить новое название. Идея о переименовании родилась в головах нескольких местных жителей, которые в начале недели написали коллективное обращение на имя Радия Хабирова. Больше 10 лет назад они получили здесь жилье по программе «Свой дом». Например, Раиля Ишкильдина еще в 1999 году переехала в Уфу, устроилась в школу учителем химии и стала одной из первых ее участниц. На программу у меня все документы были готовы, что у меня нет жилья здесь в Уфе, трое детей и в бюджетной сфере работала. Работали с утра до вечера, во время отпуска они не отдыхая. Все это строительством в основном сами занимались. «Свой дом» – программа, которая стартовала в 2009 году и позволяла бюджетникам приобрести коттедж по льготной цене. Принято считать, что она стартовала при поддержке Муртазы Рахимова. Из общения с местными жителями становится понятно. В этой деревне первый президент Башкирии – фигура культовая. У нас 72 квадратных метра дом кирпичный. К тому времени стоил где-то 729-730 тысяч. После того, как уже не будущий президент приезжал, поддерживал благотворительного фонда «Урал», всем жителям выделил по 120 тысяч на коммуникации. Такую поддержку оказал наш первый президент. Он интересовался, хватает ли места, заполняется ли школа, вот как заполняемость. Не только у меня, но у всех, так скажем, была идея вот как-то вот с Рахимовым связать. У нас мысль была давно. По словам жителей, название Шамонина не нравилось самому Рахимову. Он предлагал поменять топоним, который, по версии сельчан, остался еще от местного помещика, на что-то другое. Когда первого президента Башкирии не стало, жители Шамонина направили свое обращение властям. Молодежь или какой-то здесь, не Шамонина, а название какое-то надо, красивое. Потому что все равно планируется, что здесь три детского сада, школа. Вот тогда была встреча, вот у нас есть такое движение, Агинейдер, да? Наши женщины в преклонном возрасте, которые являются нашим таким, духовной основой нашего поселка, они были на встрече с Муртазой Губадуловичем Рахимовым. И тогда они высказывали ему эту идею, и он тогда вот сказал им лично о том, что лучше, когда я жив, мол, лучше не давать это имя поселку. Идея менять название городов, сел и деревень в память о политиках и партийных лидерах не нова. Например, после смерти Ленина Петроград стал Ленинградом, а Симбирск – Ульяновском, Самару – Куйбышевом, Тверь – Калинином и даже набережные Челны – Брежневым. Впрочем, большинство населенных пунктов вернуло свои прежние названия в начале 90-х годов XX века. Наш глава республики Ради Хабиров высказал такую мысль, что принимаются пожелания об увековечивании памяти первого президента Муртаза Губадуловича Рахимова, и тем более, что Путин Владимир Владимирович тоже при посещении нашей республики высказал такое пожелание. И мы решили воспользоваться срочно таким моментом, на самом деле это наше давнишнее желание, вот все знают о том, что мы давно хотели это сделать. У остальных жителей Шамонина единого мнения о переименовании нет. Про таких инициативные шамонинцы говорят, что они купили дома уже после программы и, может быть, не чувствуют благодарности, а всем остальным как будто бы и нет дела. Я вообще насчет инициативы, я первый раз слышу. Первый раз слышите? Чтобы жить в Рахимово. В Рахимово? Ну, в принципе, почему бы и нет? Да, можно. Именно, вайд, на имя Рахимова нет, я не знаю. Сейчас по номеру, улица номер один, улица номер два, деревня такая-то, деревня такая-то. При его жизни надо было сразу назвать. Все? Больше ничего не могу сказать. Ну, почему бы и нет? Я же, ну, раз его руки, так, если бы не он, может, это деревня, мне бы его назвали. Ну, а так, я как бы сам не местный, я просто в гостях. В местном паблике ВКонтакте провели опрос на тему переименования деревни. По состоянию на 20 января за изменение названия проголосовали 307 человек, а против 454. При этом жители предлагают назвать будущий Фокс бассейном именем первого президента Башкирии. 623 человека за и 28 против. В комментариях по этому вопросу возникла дискуссия. Впрочем, и сами желающие дать деревне новое имя признаются, что оно, может быть, поможет решить некоторые проблемы. Пока мы еще такую помощь ощутим, пока не видим еще, но, может, со временем уже изменится что-то. Хотелось бы обратить внимание на то, что транспорт не очень-то хорошо ходит, общественный транспорт. Должно было быть три садика. Третьего вот садика нету все еще. У нас ФОК должен быть, СДК. Все этого пока продвижения никаких этих нету, да. Хотелось бы, чтобы то, что задумал наш президент, все это до конца достроили, и чтобы был как образцовый деревней. Какого-то ответа на свое обращение жители Шамонина пока не получили. Сейчас власти региона точно решили, что Муртазе Рахимову будет установлен памятник в Уфе. Варианты того, где именно он будет стоять, должен в скором времени предложить мэр Уфыр от Мир Мавлиев. Егор Полторыхин, Роман Нугуманов и Игорь Яковлев. Телеканал ЮТВ. Крещение Господне. Тысячи уфимцев в этот день принимают участие в богослужениях и купаниях. Как проходит этот процесс? Сколько выдержки нужно, чтобы окунуться в ледяную прорубь? Наша корреспондентка решила проверить это на себе. И дух в виде голубине, известно, что словись я утверждение, явлись о Христе Боже и мир просвещей слава тебе. 19 января отмечается один из главных православных праздников – Крещение Господне. Тысячи людей по всей республике сегодня будут принимать участие в богослужениях и крещенских купаниях. В этом году я не стала исключением. Тоже хочу окунуться впервые. Посмотрим, смогу ли я дойти до проруби и как вообще проходит процесс. Праздник Крещения Господня посвящен Крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Среди верующих наиболее популярным обрядом в этот день является окунание в прорубь. По их мнению, освященная вода смывает все грехи. Но представители духовенства утверждают, что обряд не является обязательным. Это скорее не церковная, а, скажем так, околоцерковная народная традиция. Возникла она, конечно, достаточно давно. Это, наверное, стало набирать сил только в последние, может быть, пару десятилетий. Ну, конечно же, не должны заменять вот эти вот какие-то купания. Наше православное богослужение правильно для христианина, именно принять участие в праздничном богослужении. В Уфе к обряду готовились с прошлой недели. Администрация города и сотрудники МЧС не только вырезали купель, но и создавали комфортные условия для желающих принять участие в обряде. Они установили лестницы, подготовили дорожки и теплые палатки. Таких купелей только в Уфе семь. В день крещения спасатели и медики дежурили у каждой купели. Помогали людям и давали советы по подготовке. В ледяную воду нужно заходить медленно, а не нырять. Предварительно размяться. Но я думаю, что мне советов лучше всего спрашивать у непосредственных участников процесса. Нужно немножко размять мышцы. То есть перед тем, как туда идти, сделать зарядочку и, пожалуйста, да, проявлять как хочешь, ари, как хочешь. Я рада, мне еще нравилось. Идете, купаетесь, все нормально. То есть так просто? Конечно, вот так взял, пошел. А что еще думать, что переживать? Хорошо, я сегодня буду в первый раз, я надеюсь. Вот у вас есть для меня какие-то рекомендации? Удачи. Спасибо. Посмотри, он там, бабушки даже есть. Бабушки, маленькие девочки. Ты представь, что ты не хуже них. И просто иди и сделай. Сегодня весь день готовлюсь, дышу тихонечко, готовлю себя, что все будет хорошо, что все легко пройдет, что я даже сейчас еще раз могу зайти. Так очень, как будто оттуда вышел и вся душа очистилась от всех грехов. Есть ли у меня какие-то советы? Да, конечно. Раздевайся, иди. Спасибо. Мне понравится. Путь каждого желающего окунуться начинается с этих палаток. В них находятся теплые раздевалки. Так что я ухожу готовиться, а оператора отправляю снимать. Вот я уже переоделась, а значит пути назад точно нет. Хотя чем ближе я нахожусь к проруби, тем меньше у меня запало. Ну, чтобы отвлечься от тревожных мыслей, начну, пожалуй, с разминки. Я первый раз. Вы меня вытащите, точно слышно? Мы тебя держать будем, да. Ну, есть, все, есть, да. Люди у нас согласны на все. Так, давай, 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 мы тебя болеем. Никаких комментариев, все потом. Держи, пожалуйста. Ну, что я могу сказать. Сначала было очень страшно и очень холодно, но все-таки очень страшно. Но потом, когда я уже зашла в воду, все, что я видела перед собой, это лестница с другой стороны, потому что мозг полностью отключился. Через какое-то время после выхода из воды в крови закипает адреналин, но теплее мне от этого не стало, хотя другие купающиеся меня не обманули. Действительно, появляется своеобразное чувство перерождения. Думаю, что подобное нужно испытать каждому хотя бы раз в жизни. Это были главные новости Республики за неделю. Спасибо, что были с нами. Сюжеты, новостные выпуски и многое другое вы найдете на сайте utv.ru, а также в наших социальных сетях. Всего доброго и до свидания.